Очень часто информация о перерывах в электроснабжении искажается и с политическими целями направляется против компании, жалуются в Одессу Облэнерго. И не важно, что послужило причиной – авария, плановые работы или, как это было недавно, неполадки на ТЭЦ, которая вообще не принадлежит Облэнерго. Я еще раз хотел бы обратить внимание, ну, некоторых средств массовой информации не спекулировать с явно политическими целями на этом вопросе. Пусть найдут другую проблему, которая действительно имеет политическую составляющую, будем так говорить. Расхожее мнение гласит, из-за монопольного положения на рынке в Одессу Облэнерго неуважительно относятся к потребителям и недобросовестно выполняют свою работу. Но мало кто знает, насколько жестко законодательство и Министерство энергетики контролируют все действия компании. Наш статус монополиста в никакой мере не играет никакой роли. Были бы мы государственными, были бы мы, у нас форма собственности была бы другая. Или как-то иначе мы подчиняемся законам тех, которые действуют в нашем государстве, в этой отрасли. В энергоснабжающей компании призывают одесситов тщательно анализировать информацию, которую транслируют СМИ и оглашают в качестве политических лозунгов различные активисты. В свое время инвестиционная программа предполагала ремонт сетей на проспекте Свободы в Черноморке. Дважды мы вносили инвестиционную программу и дважды нам не дали сделать представителей депутатского корпуса города Одессы. Вместо того, чтобы помочь нам делать, они нам помешали. В результате мы сделали, выполняли ту работу в другом месте, за что нам жители сказали большое спасибо. А там по-прежнему малейший чих и люди долгое время находятся без электроэнергии. Другой пример – споры вокруг современной подстанции Морозлиевская, которая призвана стабилизировать электростабжение в центральной части города. Напомним, начало работ в парке Шевченко значительно затянулось. Не последнюю роль в этом сыграли политики. Тем не менее, ситуация разрешилась и сейчас продолжается работа по сооружению несущей конструкции объекта. Субтитры создавал DimaTorzok